Продолжение следует Это проект о главных событиях в России, основанный на публикациях независимых СМИ. В каждом выпуске главные тексты на русском языке читают известные актеры, блогеры и журналисты. А после мы говорим с авторами этих публикаций и пытаемся оценить значение и влияние тех или иных событий. Этот выпуск мы сделали к годовщине возвращения Алексея Навального в Россию после отравления. Текст Романа Шлейнова «Секретный яд» специально для этого выпуска прочитала ведущая «Дождя» Маша Борозунова. Но перед тем, как вы его услышите, небольшая просьба. Если вы слушаете нас на Ютьюбе, нажмите «Подписаться». А если в Apple подкастах, поставьте звездочки и напишите нам отзыв. Это очень важно, потому что помогает в продвижении наших подкастов и видео. 17 января прошлого года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». Его сдержали сразу же на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. И вот уже год политик находится в заключении. Из-за того, что он не отмечался в инспекции в СИН, пока проходил лечение, условный срок по делу Ефраше ему заменили на два года в восемь месяцев тюрьмы. Но против Навального сейчас расследуют новые уголовные дела. Одно из них – о мошенничестве, и его уже скоро передадут в суд. И второе – о создании так называемого экстремистского сообщества. По каждому из них политику грозит до десяти лет тюрьмы. Поэтому сам он говорит, что не знает, когда закончится, цитирую, его «космическое путешествие», и не считает дни до конца срока. И по 27 лет люди сидели, написал он в годовщину своего возвращения на родину. Да, ну а по поводу отравления в течение всего этого года российские власти заявляли примерно одно и то же. Ничего не доказано, а для возбуждения уголовного дела нужно сначала найти вещество. Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его отравить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Хотя и независимые западные лаборатории, и Организация по запрещению химоружия подтвердили, что Навальный был отравлен. И еще в России была одна очень похожая история. И тогда, это было в 95-м году, правоохранительные органы действовали совсем по-другому. Подробно об этом написал наш коллега Роман Шлейнов. Его текст опубликовали совместно «Важные истории» и «Новая газета». Слушайте прямо сейчас. Ну а потом мы еще подробно поговорим с самим Ромой. Секретный яд. Отравление Навального и единственное в России дело об убийстве новичком. Расследование Романа Шлейнова читает Маша Борзунова. С момента отравления Алексея Навального российские власти и провластные эксперты сделали много громких заявлений. Медики не нашли ядов в организме Навального. Для возбуждения уголовного дела нужно сначала найти вещество. Если бы к Навальному применили новичок, он бы не доехал до аэропорта. А после того, как лаборатории Германии, Швеции и Франции подтвердили его отравление веществом из группы «Новичок», президент Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном и вовсе упомянул о самоотравлении оппозиционера. Российские власти говорят об ангажированности европейских экспертиз и высказывании западных политиков. Однако официальные заявления российских чиновников об отравлении одного из главных оппозиционных политиков страны лишены смысла, и эти факты были установлены не западными лабораториями, а отечественными следователями, прокурорами и оперативниками ФСБ. В нашем распоряжении есть материалы уникального уголовного дела об убийстве банкира Ивана Ковелиди и его секретаря Зары Исмаиловой. Это единственное в России уголовное дело об отравлении веществом из группы «Новичок». И оно может ответить на некоторые вопросы о покушении на Алексея Навального. Ковелиди, бывший владелец Росбизнесбанка, был отравлен в 1995 году. У преступления не было политического мотива, поэтому материалы дела показывают, как должно проходить расследование, если государство хотя бы отчасти заинтересовано в том, чтобы установить истину. Кремль не видит поводов для уголовного расследования в ситуации с Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 августа, через пять дней после того, как оппозиционер потерял сознание в самолете и вскоре впал в кому, хотя не испытывал до этого серьезных проблем со здоровьем. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния», заявил Песков. Такая категоричность официального представителя Кремля выглядит странно. В случае с отравлением Ковелиди для возбуждения уголовного дела не требовалось сначала найти вещество. Это вещество нашли далеко не с первого раза на поверхностях предметов из кабинета банкира через 3-4 месяца сложных экспертиз. А их проведение на серьезном уровне стало возможным благодаря возбуждению уголовного дела и быстрым действиям по сбору улик. При этом окончательно вещество так и не было названо. Как говорилось в документах, его свойства составляли густаем. 1 августа 1995 года Иван Ковелиди внезапно впал в кому в своем кабинете в Росбизнесбанке и его доставили в больницу. На следующий день в таком же состоянии госпитализировали его секретаря, Зару Исмаилову. А уже 6 августа московская прокуратура возбудила уголовное дело по признакам отравления неизвестным ядом, предположительно, салями кадмия. Но экспертизы, в том числе проведенные после смерти банкира и его секретаря, не обнаружили в их организмах ядов или известных сильнодействующих веществ. Несмотря на это, в августе 1995 года подозрений родственников и коллег Ковелиди оказалось достаточно для начала уголовного разбирательства. Но с тех пор многое изменилось. В августе 2020 года прямые заявления родственников и коллег Алексея Навального об отравлении не подействовали на российские правоохранительные органы. В возбуждении уголовного дела было отказано. Особенно часто представители власти подчеркивали, что российские врачи не обнаружили ядов в организме Навального. На момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось, заявил директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин. До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране. Никаких отравляющих веществ выявлено не было, настаивал Дмитрий Песков. А самым первым о том, что ядов в организме Навального не обнаружено, на следующий же день после его госпитализации начал говорить заместитель главврача Омской больницы скорой помощи номер один Анатолий Калиниченко, осторожно заметив, что первоначальный диагноз отравления, цитата, наверное, где-то остается в подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление. Все эти заявления удивительны. Как показывает дело Кивелиде, обнаружить вещество из группы новичок в организме отравленного не так просто. В случае с Кивелиде его секретарем не только врачи, но даже и судмедэксперты не выявили в их организмах никаких известных ядов. Скорая помощь забрала Кивелиде из его кабинета с таким описанием. Имел психотравмирующую ситуацию на работе. У банкира было эмоциональное деловое совещание. Врачи также указали, что после этого он почувствовал себя плохо, потерял сознание и вскоре оказался в состоянии комы. Предположительный диагноз – острое нарушение мозгового кровообращения, сказано в протоколах допросов трех врачей реанимационной бригады. На следующий день с похожими симптомами из того же кабинета была госпитализирована его секретарь Зара Исмаилова. В протоколе допроса фельдшера скорой помощи говорилось, что она была в бессознательном состоянии, стонала, а затем также впала в кому. Фельдшер поставила диагноз «эпилептический статус». Не прошло и суток, как она умерла. А затем скончался Кивелиде. Лишь по косвенным признакам судмедэксперты предположили, что на Кивелиде воздействовало неизвестное вещество. Согласно материалам дела, первым и одним из основных показателей такого воздействия они назвали снижение уровня холеностеразы в крови. Холеностераза – жизненно важный фермент, который участвует в передаче нервных импульсов. При отсутствии свободной холеностеразы в организме наступает практически полный паралич всех основных функций жизнедеятельности, отметили судмедэксперты в своих заключениях. На то, что у Алексея Навального был пониженный уровень холеностеразы, особо указали немецкие медики, когда его в состоянии комы доставили на лечение в Германию, в берлинскую клинику Шерете. После обследования оппозиционного политика в Шерете публично сообщили, что клинические данные свидетельствуют об отравлении Навального веществом из группы ингибиторов холеностеразы. Тут же выступил представитель Кремля Дмитрий Песков и заявил, что пониженный уровень холеностеразы у Навального фиксировали в первые часы после госпитализации в Омске. Хотя до высказывания немецких врачей в России не было ни одного официального публичного заявления о снижении холеностераза у Навального, говорили только о сахаре и нарушении обмена веществ. Важно выяснить, что явилось причиной понижения холеностеразы. Ни наши, ни немецкие медики это установить не смогли. Вещества нет, анализы его не показывают. Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление». Эта версия была среди первых, которые рассматривали наши врачи. Но вещество еще не установлено, возмутился пресс-секретарь Путина. Спикер Кремля негодовал напрасно. В документах российского дела об убийстве Ивана Кивелиди, о его отравлении свидетельствовало резкое снижение уровня холеностеразы в крови, внезапная потеря сознания с развитием мозговой комы и ряд других признаков. В материалах дела в качестве внешних признаков отравления банкира и его секретаря также упоминались. Бледность, холодные руки, холодный липкий пот, мелькание в глазах, стоны при потере сознания, судороги. Человека охватывает страх и ощущение смерти. Он ведет странные разговоры, перестает узнавать окружающих, задыхается. Алексей Навальный говорил, что как минимум 10 упомянутых ощущений и реакций точно совпали с тем, что происходилось в Кивелиде или с его секретарем, когда они почувствовали себя плохо. Узнав о том, что Алексей Навальный впал в кому в самолете и заподозрив неладное, его коллеги в тот же день нашли адвоката и в его присутствии стали собирать предметы из гостиничного номера в Томском отеле, где накануне останавливался политик. В том числе забрали пластиковую бутылку с водой, к которой он прикасался. Родственники Навального передали бутылку вместе с другими его вещами врачам из берлинской клиники Шерете. Те привлекли немецкую военную лабораторию, которая нашла на бутылке минимальные следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сам Алексей Навальный в интервью Юрию Дудю рассказал о том, что дотронулся до бутылки, видимо, сразу после того, как прикоснулся к другой поверхности, на которую был нанесен яд. Коллеги Навального действовали так, как должны были действовать российские правоохранительные органы. И как действовали следователи в деле Киви Лиди в 1995 году. Через три дня, после того, как банкир внезапно оказался в коме, в его кабинете в Росбизнес-банке на Мытной улице, при участии экспертно-криминалистического управления ГУВД Москвы, начали брать пробы, так называемые смывы, с поверхности предметов, чтобы затем определить, есть ли на них следы отравляющих веществ. Пробы брали с рабочего стола, телефонов и личных вещей. После судебно-медицинских экспертиз, установивших снижение уровня холеностераза у банкира и его секретаря, следствие понимало, что где-то на поверхностях, к которым они прикасались, в воде или продуктах, должно быть вещество, подавляющее холеностеразу, ее ингибитор. Через несколько дней из кабинета Киви Лиди и соседних помещений изъяли все, от тарелок до половых тряпок, взяли пробы пищевых продуктов, лекарств, пыли со шкафов, даже пробы воздуха. Образцы отправили на исследование в пять ведущих экспертных учреждений. Следы азотсодержащего фосфорорганического вещества, которое теоретически могло обладать мощным антихоленостеразным действием, нашли на телефонной трубке в кабинете Киви Лиди. Но с его точным определением возникли большие проблемы, поскольку данных о таких веществах нигде не было. Но если 25 лет назад следователи смогли по горячим следам возбудить уголовное дело и установить факт отравления неизвестным веществом, которое окончательно так и не было названо, то сегодня власти отказываются даже начать уголовное разбирательство по поводу ситуации с Навальным, хотя в их распоряжении есть более современные методы и более продвинутые эксперты. Наиболее полными в деле Киви Лиди оказались экспертизы специалистов государственного НИИ органической химии и технологии, где, собственно, и разрабатывали систему новичок. Одна из них показала, что на телефонной трубке имеются следы отравляющего вещества, которое по характеру поражения и антихоленостеразного действия относится к стойким, высокотоксичным фосфорорганическим соединениям на уровне боевого отравляющего вещества типа VX. Система новичок была следующей ступенью по поражающей эффективности после VX, разработанного в Великобритании и проданного затем в США. Но окончательную формулу НИИ тоже не назвал. Почему в рамках уголовного дела никто не назвал конкретное отравляющее вещество, можно понять. Эксперт-химик, ведущий сотрудник НИИ, вызванный на допрос в качестве специалиста в своих свидетельских показаниях по делу об убийстве Киви Лидия, сообщил, что свойства этого вещества составляют государственную тайну. В случае отравления Навального новичком ни до какого самолета он бы не дошел, заявлял в интервью РИА Новости эксперт Комитета Госдумы по обороне, один из разработчиков системы новичок Леонид Ринг. До самых первых симптомов – минуты, а до смерти – 10 минут, объявил он государственному агентству. В материалах уголовного дела об отравлении Киви Лидии, в котором Ринг фигурировал в качестве свидетеля, названо время действия отравляющего вещества при проникновении через кожу. Судебно-токсикологическая экспертиза показала, что при воздействии через кожный покров скрытый период действия наблюдается всегда и составляет, как правило, от полутора до пяти часов. Важно отметить, что фосфорорганическое отравляющее вещество действует особым образом. Если его доза была незначительной и человек выжил, отдаленный эффект может и вовсе не походить на отравление. И чем больше проходит времени, тем меньше шансов доказать отравление фосфорорганическим ядом? Отвечая на вопросы новой газеты и важных историй, с чем связаны случаи необычного ухудшения здоровья и убийств оппозиционеров в России, и чувствует ли российский президент ответственность за то, что происходит с лидерами оппозиции и его критиками, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не согласен с попытками выявить какие-то обобщающие тенденции в связи с ухудшением здоровья и убийствами оппозиционных лидеров. Каждый случай должен рассматриваться исключительно отдельно, что и происходит, сказал он. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Ром, расскажи, вообще, как ты узнал о деле Кивелиди? Это 95-й год, и, в общем-то, подзабытая такая история. Да, ну, как любой журналист-расследователь ведет архивы, да, есть определенный архив материалов, которые в том числе доступны там за определенное количество времени. Мы говорим с журналистом важных историй Романом Шлиновым. Некоторые материалы этого дела, они у меня остались в копиях, да, какие там есть документы, что там есть про это отравление, как, собственно, шло уголовное дело, потому что это все казалось мне интересным на тот момент, почему нам в «Новой газете», я тогда работал в «Новой газете, было это интересно и важно», потому что в «Новой газете» достаточно долго искали, я думаю, продолжают искать люди, ответ на вопрос, а что случилось с Юрием Петровичем Чикачихиным. Да, да, почему внезапно замглавного редактора «Новой газеты», депутат Госдумы Юрий Петрович Чикачихин ушел из жизни, да, занимаясь расследованием одного из там громких уголовных дел, точнее, собирая материалы по расследованию одного из самых громких уголовных дел того времени, знаменитое дело о контрабанде мебели, которое поступало в магазины «Гранты Три Кита», да, вот когда не стало Чикачихина, мы стали собирать все материалы разные об отравлениях, надеясь увидеть хоть какие-то параллели, да, найти ответы на вопросы, потому что государство отказалось расследовать это уголовное дело и отказывало трижды, да, только там на пятый, четвертый или пятый раз государство наконец отреагировало и через пять лет, если мне память не изменяет, начали какое-то расследование, которое, конечно, ни к чему не привело. Ну, а если подытожить и резюмировать, о чем дело к Ивириде свидетельствует в случае с отравлением уже Алексея Навального? Ну, сейчас уже прошло много времени, да, потому что лучшим-то подтверждением того, что отравление, судя по всему, было, это разговор, который записал Алексей Навальный с одним из сотрудников лаборатории ФСБ и расследование Биллингкэт, да, которое показало путешествие нескольких сотрудников, в том числе из лаборатории, да, и других сотрудников ФСБ следом за Навальным по определенным маршрутам. Тогда на этот счет пока ничего не было, когда мы делали публикацию, нам было важно сопоставить официальные высказывания официальных лиц России с тем, как обычно расследовали такое уголовное дело, да. Ну, тезисно я по заявлениям сразу пройдусь, значит, первое заявление, которое было сделано, это, как что говорили российские власти, ядов не обнаружено, значит, уголовного дела возбуждать не надо. На самом деле для возбуждения уголовного дела никакого обнаружения яда не нужно, да, дело Кивидиди возбуждали, не имея представления ни о веществе, ни о том, что это такое было и отравление, ли это вообще. Достаточно было заявления родственника в подозрение, что что-то пошло не так и было возбуждено уголовное дело. Ну, просто следователи, они следуют обычно определенным алгоритмам действий своих, да, и когда мы видим, что уже было уголовное дело по отравлению, которое расследовали именно так, почему вдруг в нынешнем деле, которое, ну, просто громкое, отравление ведущего оппозиционера страны, да, возможное, почему в этом деле вдруг нужно делать заявление о том, что раз мы не нашли яд, то уголовное дело возбуждать не будем. Это бред. Вторая вещь удивительная в том, что, значит, падение уровня Холина Стараза, да, стали делать громкие заявления нашей политики, включая господина Пескова, пресс-секретаря президента, о том, что нет падения уровня Холина Стараза, надо выяснить причины, ни на что это не указывает, причины могут быть разные, почему спешат, значит, наши берлинские коллеги заявлять об отравлении, но в деле Кивилиди четко сказано, что одним из основных признаков является существенное снижение уровня Холина Стараза крови. А, соответственно, и этого тоже было достаточно для возбуждения уголовного дела. Дальше мы прошлись по симптомам основным, которые были на тот момент у Алексея Навального. Я послал Алексею в опросник, такой небольшой, потому что он чувствовал, указывая разные критерии. И 10 симптомов, как минимум, совпало с тем, что указано в материалах дела Кивилиди. Рома, скажи, вообще в будущем возможно ли возбуждение уголовного дела по факту отравления Навального, учитывая, что никаких улик в России не собирали, и вообще есть ли какой-то срок давности по этому делу? Слушайте, ну люди-то существуют. После того, как Алексей сам дозвонился до сотрудника лаборатории, чей телефон они пробили и выяснили, этот человек стал рассуждать о том, как было несено вещество, значит, куда, какие они действия проводили по зачистке на всех элементов одежды. Ну, трусы уж скажи прямо, Рома. Да, ну в общем, как они зачищали все это потом, там замывали несколько раз, да, чтобы никаких следов не сохранялось. Ну, всем же понятно, что эти люди существуют, эти сотрудники лаборатории, которые принимали в этом участие. Ну, соответственно, на будущее, конечно, любой власти, если она будет нормально интересоваться тем, что произошло, если она не будет слепо следовать традиции, давайте мы закроем глаза, обнулим, значит, все, что было, конечно, будет интересно допросить этих людей. Они же никуда не денутся. Ну, я не исключаю, что при особо остром развитии событий этих людей просто ликвидируют, да, чтобы не сохранять таких свидетелей. Они, кстати, должны об этом думать всякий раз. У них головная боль у всех этих сотрудников, да, которые принимали участие, которые знали, что они делают, потому что, ну, вы понимаете, на что такие свидетели никому не нужны. Никому из тех людей, кто принимал решение об убийстве, фактически, да, или отравлений каком-то там, превентивном, чтобы человек почувствовал себя плохо, а потом можно было его выключить из политической деятельности. Вот, все эти люди, большие, да, которые принимали такое решение, они заинтересованы в том, чтобы были свидетели лишние. Наверное, эти люди будут очень сильно нужны любой другой власти, которая придет на смену нынешней, да? Если приходит власть с другими принципами, с другими приоритетами, то эти люди будут нужны только в одном плане, в плане свидетелей, да, на вполне понятном уголовном процессе, потому что такие преступления срока давности не имеют. Это дело по масштабам, я думаю, если, значит, в будущем к нему когда-либо вернуться, оно просто будет посродни каким-то самым громким уголовным делам нашего века. Да, это просто будет шедеральное расследование, потому что нужно же будет называть тех, кто давал указания, нужно же будет называть тех, кто принимал решение, знал ли об этом президент, ну, я не знаю, пройдет ли этот процесс при его жизни, да, или он там найдет преемника, который еще будет следовать, значит, его линии на определенный срок, но сколько бы лет не прошло, там, 10, 20, 50, да, но рано или поздно к этому вопросу нужно будет возвращаться и называть всех тех, кто принимал участие. Ну, кто-то не доживет, да, кто-то, может быть, и доживет, и нужно будет отвечать на вопросы. Рома, спасибо тебе большое, береги, пожалуйста, себя и своих близких. Спасибо, не примену. Спасибо, пока. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, слушайте нас на всех подкаст-платформах и, самое главное, пишите отзывы. Так наш подкаст услышит больше людей. Над выпуском работали журналисты Маша Борзунова и Роман Шлейнов, авторы и ведущие проекта Наталья Жданова и Павел Коныгин, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, исполнительный продюсер проекта Павел Коныгин. Партнер выпуска издания Декодер. Редактор субтитров А.Семкин